Дорогие друзья, большой всем ювелирный привет! У нас новый заказ, новое изделие и новые масштабы изделия. В общем, предыстория такая. Ко мне обратилась заказчица, нашла меня в сети. Ее письменное послание звучало примерно так. Сергей, я стал обладательницей красивого высокого качества Александрита размерами 1,5 на 2 мм формы Багет. И изучив ваши работы, я думаю, что вы с удовольствием возьметесь за изготовление изделия, с учетом всех моих личных пожеланий. С удовольствием. И в ходе беседы, уже договорившись о месте, времени встречи, я начинаю для себя потихоньку включаться. Так, думаю, погодите. Александрит размерами 1,5 на 2 мм. Это что за микроб такой? Понятно, что мы ювелиры имеем дело и с более мелкими камнями, и миллиметровыми, и еще мельче. Но обычно они выполняют функцию вспомогательную. То есть служат для дополнения и построения композиции изделия. Но тут речь шла о Александрите, который, понятно, что будет центром композиции. Ну и тем интереснее с бложенником и слесарь справиться. Сделать миниатюрное, изысканное, красивое, аккуратное изделие, это уже задачка для ювелиры. Давайте посмотрим. Пусть тихого ужаса это изделие у вас не порождает. Дело в том, что по законам Российской Федерации продавать камни первой группы, Александрита для камней первой группы, физическим лицам нельзя. Но если продавцу нужно продать, а клиенту нужно купить, всегда найдется компромиссное решение. Такое решение закрепить камень первой группы в какое-нибудь, не важно какого качества изделие. Теперь все в рамках закона. Изделие можно продать, физическому лицу его можно купить. Так, сейчас мы отжимаем камушек. Раскрепляем. Отжимать камушек в клетке мы не будем. Я ведь не сказал ни слова о самом изделии. Это будет подвеска, выполненная в классическом стиле, на манер ювелирных изделий прошлых веков. Одно, что заказчица хотела, чтобы камень был обрамлен корнировой дорожкой. Ну, тут я оказал свое небольшое влияние. Все-таки мы сделаем подвеску, окаймленную бриллиантами небольших размеров. Я часто заблюдаю, что клиенты часто боятся бриллиантов, потому что боятся цены. Но вы же понимаете, что цена зависит от размера и качества бриллиантов. Если мы вокруг такого малыша запустим мелкий миллиметровый бриллиант, это не сильно скажется на стоимости самого изделия. Верхушка изделия у нас будет традиционно из белого золота, а низ желтый. Для работы мы можем использовать любые плюшки или обрезки, потому что это заниматься плавкой. Золото специально для таких масштабов изделия совершенно лишнее. Продолжение следует... Сейчас мы поклянем наши заготовки. Делать отдельный каст под такую мелочь мы, естественно, не будем. Мы сделаем пирог. И из пирога вырежем кусок под камень. Я думаю, многие 3D-зависимые ювелиры даже могут не знать, что такое пирог. Сейчас узнаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Вы уже видели, что я подготовил верхушку Другой бы на моем месте уже ее спаял с донышком, с дигелем изделия Но я уже говорил, что это будет изделие решено в классических традициях ювелирных украшений прошлых веков А значит что? А значит оно должно быть еще ажурно подрезанным Что такое ажуры в ювелирных изделиях? Ажурами в ювелирных изделиях называют подрезку с тыльной стороны закрепленных камней А для чего это делается? Ну во-первых, любой металл, который не несет в себе никакой функции, мы от него избавляемся Во-вторых, это эстетика, потому что изделие начинает выгодно смотреться не только с лицевой стороны, но еще и с обратной И не надо говорить, что вот оно тут будет на теле, там сзади все равно видно не будет Ну так-то оно так, но настоящее, самодостаточное ювелирное изделие должно одинаково выгодно смотреться Как на вашем теле, так и в руке или даже на стенде на вращающейся витринке Человек должен получить от него полное художественное удовольствие Понятно, что это дополнительная работа, трудозатраты, а соответственно цена И конечно не каждый клиент готов платить за подрезку ажуры Но к счастью изделие наше маленькое, поэтому мы можем себе это позволить Вырезать ажуры хотя бы даже ради идеи Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю уже многие успели устать, я точно устал Но нам остался самый минимум монтировочных работ Потом мы передаем изделие в пробеленную инспекцию и уже занимаемся закрепкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проба едва вписалась в это крошечное ушко Так, ладно, сейчас берем мои любимые палочки для суши Вот они И начнем разделку и подрезку гнезд Закрепку камней мы ведем от мелочи к крупному Если на то нет никаких препятствий Препятствий нет, и наша мелочь это малыши бриллиантики Миллиметрового размера После закрепки их мы уже приступим к закрепке нашего Александритика Я думаю, многие уже могли заметить И в этом сюжете, и в предшествующем Закрепку камней я осуществляю не коронаверткой, а штихелем Мелким флаг штихелем На то есть вполне себе разумное основание Я думаю, что вопрос этот я разберу в отдельном сюжете На коронавертку мы только оформляем наши пеньки в шарик Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот мы и подобрались к закрепке Александрита Камень будет закреплен в глухую Поэтому сейчас наш каст мы рассекаем по углам И обжимаем его по периметру У кого-то может возникнуть вопрос А для чего мы настолько и без того мелкий камень Еще крепим в глухую? Как бы линия металла, сокращая его размер по периметру Ну, дело в том, что Одно дело, когда мы смотрим на камень сам по себе Другое дело, когда он находится у нас в контексте изделия Вот тут уже глаз у нас ловит не камень в отдельности А общую композицию изделия И пятно изделия Может быть этот вопрос я тоже разберу в отдельном сюжете Кто немного не понимает, о чем я говорю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гризант вы уже видите Я не накатываю миллииграфом, как мы это обычно делаем А набиваю корниграфом Корниграф у нас это сточенная с двух сторон корновирка Устанавливая которую на ребро нашей фаденовой поверхности Мы получаем эффект точно такой же, как и от миллииграфа А миллииграфом я не воспользовался не случайно Мы имеем с вами очень крутой радиус изделия И вот в таких вот круто изгибистых линиях У нас наше колесико от миллииграфа может просто соскочить И мы таким образом рискуем нарушить шаг изделия А на маленьких изделиях это очень заметно Поэтому пусть мы потрачем чуть больше времени Но шаг за шагом нанесем качественную резонтовую поверхность Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Ну что друзья, изделие уже клиентки, она осталась очень довольна И вслед за этим заказом от него последовало сразу еще два. Так что делаем выводы, учимся работать, учимся общаться с клиентом, удовлетворять пожелания клиента. И когда результат вашей работы превосходит пожелания заказчика, бегать к нему по ювелирам, ваш клиент заниматься уже не будет, изделия он будет заказывать только у вас. А сюжет я буду заканчивать, надеюсь, что каждый из вас извлек из этого видео что-то ценное и полезное для себя. Ну а пока я буду прощаться и до встречи в следующем сюжете. Салют!